Меры соцподдержки для оленеводов обсудили в региональном отделении ОНФ. Встреча прошла с участием представителей Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса и Департамента здравоохранения, труда и соцзащиты. Рабочая встреча началась с обсуждения мер соцподдержки тружеников тундры. Оленеводам, чьи дети не посещают детский сад, выплачивается ежемесячная компенсационная выплата в размере 6 тысяч рублей. По словам Сергея Свиридова, получателями этой выплаты на 76 детей являются 52 родителя. Для пенсионеров предусмотрена ежегодная единовременная выплата в размере 4 тысяч рублей. Ее получают 224 человека. По мере поддержки можно граждан разделить на три категории. Это непосредственно, кто занят оленеводой, чумоработница, которая в вольневоческих хозяйствах работает, пенсионеры, которые отрудились и вышли, и молодые люди, которые получают образование. Что касается лиц, которые заняты в оленеводстве, у нас есть ежемесячная выплата, которая установлена в размере 2 тысячи рублей. Ее получает, на ваш вопрос, 902 человека на сегодняшний день. Бесплатное предусмотрение средств гигиены при рождении новорожденных детей, это именно только данная категория, лиц получает 25 человек, в среднем по году получает. Бесплатные аптечки в среднем по году получают 222 человека. Еще один вопрос, озвученный на встрече. Недостаточная информированность данной категории граждан, в том числе и кочующих оленеводах о мерах социальной поддержки. То, что неинформировано население, я, наверное, не совсем соглашусь. Значит, если на сегодняшний день 902 человека подали заявление на едновременную социальную выплату, они, наверное, имели возможность ознакомиться и с социальными выплатами. То есть мы, как раз, вместе соцзащитой направляем обычно информационные бюллетени. Направляем раньше, да, и сейчас тоже в любое время готовы, в том числе на день или не отправлять эти информационные материалы. То есть эта информация, она доводится. Большое взаимодействие осуществляется, в том числе с инвестиционными образованиями. Значит, и ранее, когда я работал в оригинальной политике, значит, регулярно эта информация делала социальные защиты. Я знаю, что это делает тоже в регулярном порядке. То есть информированность населения есть. Если говорить о том, что вот много, да, там, обращений и так далее, я бы хотел попросить на будущее, да, то есть конкретизировать эти вещи. Обсуждали на встрече и медицинские аптечки для оленеводов. По словам Матвея Чупрова, состав содержимого необходимо пересмотреть. Также на повестке дня остро стоял вопрос об индексации социальных выплат. Год оленеводства, когда был утвержден в программу, было принято решение, что выплаты социальные, которые получают оленеводы ежемесячные, они должны быть проиндексированы. Мы считаем, что это очень правильно, потому что на сегодняшний день оленеводы лишены массы тех благ, которые получают жители города и других сельских населенных пунктов, в том числе. И это для них, в принципе, единственная социальная поддержка, которая в тех тяжелых условиях, в которых находится хозяйство, и не нужно переводить с легче на хозяйство, потому что они, ну, многие находятся в трудном положении, действительно, как бы, у них нет возможности уплачивать заработные платы. Этим должны заниматься другие органы, но это их объективная ситуация. Если бы были больше дотации, условно говоря, там еще что-то, у них других-то вариантов нет, они денег с воздуха не возьмут, они их не сработают. Есть люди, которые как бы качуют. И для многих, на самом деле, эти деньги, которые они получают ежемесячно, 2000 рублей, это, по сути дела, единственные деньги, на которые они отправляют детей в школу, покупают себе одежду. В свою очередь, Сергей Свиридов заверил, что до конца месяца департамент представит на рассмотрение губернатора предложение по решению данного вопроса.